Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валерия Мистник. Более 15 лет я занимаюсь кинезиологией как практик и практически 10 лет я преподаю это замечательное направление в самых разных модальностях. Но в последние годы я полностью поглощена новым направлением знаний, которое называется нейрокинезиология и автор Хьюго Табар. Очень многие люди вообще не слышали как такового слова кинезиология и поэтому несколько слов я скажу о кинезиологии в целом и потом попытаюсь подробнее вам объяснить о особенностях метода нейрокинезиологии, хотя на это потребуется очень много времени и наверное не один эфир. Но я готова записывать небольшие ролики адресные для того, чтобы донестить эту важную информацию для всех, кому она может пригодиться в жизни. Итак, кинезиология это очень юное направление знаний. Всего лишь в 1964 году ее основал Джордж Фудхарт, младший, это представитель большой кинастии, врачей, остеопрактиков и он обобщил конечно же все достижения современной медицины, целительских школ по поводу целостного подхода к человеческому телу. То есть здесь вы видите мозг, мышца, рефлекторная дуга и тестируя или нажимая тем или иным образом на ручки или на ножки человека, можно получить информацию о его собственно состоянии. А именно о состоянии опорно-двигательного аппарата, о биохимических процессах, об эмоциональном состоянии. И собственно через мышечный отклик кинезиолог как переводчик может разговаривать с телом, опрашивая последовательно все органы, структуры, эмоциональное состояние человека. И также помогая и показывая всем телам человеческого тела, всем составляющим пути самовосстановления. И ряд направлений основывается на восстановлении внутренних ресурсов человеческого тела к самовосстановлению. Но существуют направления, которые используют различные добавки, БАДы, медицинские препараты. И вот этими направлениями в основном занимаются медики, нужно медицинское образование. Но спустя буквально некоторое время после создания кинезиологии как метода, Гудхард воспитывал большое количество учеников, каждый из которых создал свое направление, свой метод. И среди его учеников был Джон Ти, который, скажем, попросил разрешения у автора преподнести эти бесценные знания абсолютно для каждого человека, для того, чтобы люди могли взять ответственность за сохранение здоровья своего и членов своих семей. И далее это направление очень интенсивно развивалось. И вот на этом слайде вы видите, какое количество сертифицированных, то есть подтвердивших свою значимость, программное обеспечение, достигших признания и аккредитации. Вот это вот направление кинезиологии, которые проводят, которые имеют некую индивидуальность к подходу к исцелению человеческого тела. Но все они основаны на двух моментах. Первое – это мышечный тест. Если в технологии применяется мышечный тест, значит это кинезиология. Если не применяется мышечного теста, значит это какое-то другое направление, очень уважаемое, но это не может называться кинезиологией. И второй момент, который объединяет все направления кинезиологии – это устранение последствий стресса эмоционального, физического, информационного, энергетического, биохимического. То есть кинезиологи не ставят диагнозы и не лечат болезни как таковые. Задача кинезиолога любого из направлений – определить ту структуру человеческой составляющей, которая не справилась с теми или иными нагрузками. И показать пути, как достичь желаемого состояния здоровья, самореализации, состояния покоя, гармонии, счастья и так далее. И третий момент, который тоже объединяет – это целостные все направления кинезиологии – это целостный подход. То есть с какой бы стороны мы ни подходили, но есть направления, которые занимаются только психологией. Но так или иначе они работают и с анатомией физиологии, и с энергетикой. Если люди подходят с точки зрения опорно-двигательного аппарата или физиологии органов, то так или иначе, я может быть не со стороны специалиста, а со стороны состояния, с точки зрения состояния человеческого тела. Если мы испытываем напряжения какие-то структурные, то это также сказывается, травма и перенапряжение физическое или гиподинамию, то это сказывается как на нашем психологическом, так и энергетическом состоянии. А если мы испытываем какие-то психологические потрясения, то, соответственно, это сказывается и на нашей осанке, на нашей способности к энергичному передвижению и так далее, и также на энергетических структурах. И напряжение энергетическое, будь то засилие гаджетов, техногенные напряжения, какие-то межличностные напряжения, это тоже сказывается и на психологическом, и на анатомии, и на психологическом состоянии. Но я рассказала в общих чертах о генезиологии, и, возможно, буду записывать и дальше какие-то ролики и о других направлениях генезиологии, которые частично остаются в моей практике. Но в настоящее время я открылась бездна, звезд полна. Звезда числа нет, безд не дна. Я просто в упоении погружаюсь в каждого курса. И, боже, как я благодарна своим коллегам, благодаря которым это происходит. И самое главное, автору метода, который рождает такие чудесные знания. Эти знания дают возможность решать практически все проблемы, все вопросы, которые возникают у каждого человека. Вот я сказала практически все, но хочу оговориться. Хочу оговориться. Нет метода, который является панацеей. Да, нейроэкенезиология – это очень мощный метод, но также он, как и любое другое направление, не может решить абсолютно все проблемы человека, и мы должны подходить комплексно, если необходимо использовать и обращаться и к докторам, и к специалистам каких-то других специальностей. Но, тем не менее, это, на мой взгляд, самое мощное, самое интересное и самое восхитительное по своей структурности, вот как музыка Моцарта. Когда я открываю эти пособия, я просто поражаюсь целостности и глубине тех знаний, которые автор может не только воспринять, обработать эту информацию, но и совершенно логично и понятно структурировать. И сейчас у него, ему принадлежат 57 курсов, которые он преподает в 16 странах. И вот здесь вы видите фото, где мы с коллегами из самых разных стран работали в конференции по структуризации работы Института нейрокинезиологии, о которой, возможно, я расскажу еще раз в следующем ролике. Итак, чем же отличается нейрокинезиология от других направлений? Еще раз скажу, это многогранность, глубина и точность. Точность диагностики и адресность воздействия. Мы не ставим диагнозы, но мы диагностируем, мы определяем, в какой точке застрял стресс, и мы можем рассматривать практически любую точку, любой орган, любую точку, любую клетку человеческого тела вплоть до субатомного состояния, атомного и субатомного, и возможностью привести ее в гармонию с целым состоянием человеческого тела. То есть интегрировать все части и все структуры, в которых мы устраняем последствия пережитого когда-то стресса. Также все курсы, от первого до... Я надеюсь, что очень долго будут продолжаться в этот творческий путь нашего любимого учителя, но каждый курс составляется с другими курсами, как конструктор лего. И также специалисты любых направлений самопознания, целительских каких-то направлений могут, пройдя любой из курсов, сразу же интегрировать, если это специалист, можно сразу же интегрировать свою практику. Но для того, чтобы называться нейрогенезиологом, практиком, необходимо пройти совершенно точно рекламентированное количество курсов, я об этом потом запишу отдельный ролик, и сдать экзамены, и получить только в том случае человек получает сертификат на право ведения деятельности именно вот этим методом. То есть с одной стороны метод открыт для использования специалистов, которые в каком-то другом методе прошли целостное... То есть они освоили целостный подход к исцелению, к помощи человека, будь то психология, будь то какие-то медицинские направления, остеопатические практики. То есть любой из курсов моментально можно добавлять к некой целостной структуре. Но сама по себе, сам по себе институт, он предлагает ряд программ, по которым люди могут либо приобрести инструменты самопомощи, либо стать полноценным специалистом, ну и, собственно, помогать людям именно вот этими волшебными инструментами. И в нейрокинезиологии фокусируется ракурс именно на переобучение внутренних ресурсов человека по оптимальному взаимодействию и по той проблеме, которую человек хочет решить со специалистом. То есть я говорила, что есть направления кинезиологии, которые ищут воздействие извне, и это очень важно. Ну вот, например, продукты питания, они должны соответствовать индивидуальному состоянию человека в данный конкретный момент времени. Зимой одни продукты, летом другие, при физической нагрузке одни, при интеллектуальной другие, может быть, нет нагрузки. И это очень важно. Если у нас балансированное питание, нам не нужны долгое время ни лекарства, ни препараты, может быть, они нам и вообще не слишком нужны. Но мы наблюдаем на данный момент времени просто катастрофическое положение, когда не только доктора приписывают необходимые, возможно, какие-то химические препараты, но люди зачастую сами себе приписывают. Но наши организмы не в состоянии справиться с этим количеством химии. И есть направления кинезиологии, кстати, которые очень адресно, это медицинские направления кинезиологии, которые очень скрупулезно работают с этим вопросом и качественно и индивидуально подбирают поддержку извне. А что касается нейрокинезиологии, то здесь невероятные возможности в возвращении самому человеческому телу возможности к саморегуляции, то есть к оптимизации биохимических процессов для того, чтобы человек из обычных продуктов питания мог усваивать то, что ему необходимо для жизнедеятельности, для того, чтобы тело могло самовосстанавливаться, будь то какие-то физические нагрузки или эмоциональные, психологические. То есть в нейрокинезиологии после того, как мы снимаем стресс, мы переобучаем тело рационально реагировать на те раздражители, на которые, может быть, не было реакции до того или она была очень бурная. И я хочу сказать, что есть еще направления кинезиологии, которые работают именно вот конкретно в этом ключе, не привнося никаких биохимических добавок извне. Это тоже отличительное качество. И как же мы можем этого достигнуть? Вот как мы можем повлиять на клетку крови? Как мы можем повлиять на иммунитет, на иммунные клетки? Как мы можем вообще на нервную систему повлиять? Мы что, говорим? Нервная система? Приди в порядок, медитируем? Нет ничего подобного. И сейчас я постараюсь вам это объяснить. Здесь я собрала в один слайд. У меня все слайды многосоставные. В нейрокинезиологии существуют такие приемы, когда они называются форматами. Но они, конечно, существуют и в прикладной физиологии. Есть такое направление. Я тоже его изучала. Мне оно тоже очень нравится. Но нейрокинезиология не ближе. Она, я говорила уже, она как музыка Моцарта. Она настолько филигранна и многообразна, что не только сам эффект, когда люди восстанавливаются, и ты видишь, как на глазах все изменяется, а само совершенство этой структуры меня просто завораживает. И я надеюсь, что вы захотите с этим познакомиться поближе. Вам это будет доставлять такое же удовольствие. Так вот, что же мы делаем? Мы как будто бы исполняем музыку на самом деле. Вот посмотрите. Здесь вы видите мудры. Это сложение пальцев, которое может нам помогать задавать некие частотные ряды. То есть складывая пальчики тем или иным образом, мы получаем то или иное состояние частотное. И вот сложив вот таким мудр очень большое количество, и существуют свои сборники с аннотациями, какая мудра позволяет получить информацию о том и другом составляющем. Я об этом запишу. Вот эта информация, она будет входить в теоретический блок, который я буду записывать в курсах. И вот одна из мудр, она обозначает в данном случае анатомия, и мы можем обратиться к анатомической структуре, и железа. И таким образом мы можем, или складывая какие-то другие мудры, мы можем одновременно набирать как бы коды из акупунктурных точек человека. Мы можем набирать как бы аккорд. Одну, две, три, несколько точек. Одновременно или последовательно. И таким образом мы можем получить информацию точечно о том или ином органе или его как бы какой-то составляющей любого органа. И здесь вы видите вот человечка, у которого в каких-то невообразимых местах подписаны органы. Смотрите, печень где-то между лопаток, видишь, аромбовидная мышца, желудок на шее, здесь вот видите, ключичная порция большой грудной мышцы, у нас желудок, и у нас какой-то странный тройной обогреватель где-то вот у нас в совершенно невообразимых местах находится. То есть это та самая система, которую забрел и обобщил Джордж Гуттерд, и мы такие продолжаем ее использовать, только в немного другом ключе. Обновленным хэйвэтабар используют взаимодействие мышц, органов и систем через мышечный отклик. То есть в нейрокинезиологии мы точно так же, как в прикладной кинезиологии, в целебном прикосновении, в других видах кинезиологии мы тестируем мышцы, и через них мы узнаем составляющие, состояние меридианов и органов. И мы можем, как я уже говорила, набирая некий код с помощью мудр акупунктурных точек, тестируя мышцы, мы можем получать информацию о всех структурных составляющих человеческого тела, получили информацию. А после этого мы можем задать телу более гармоничный процесс, показать, каким образом может происходить течение энергии в человеческом теле, все биохимические процессы или психологическое состояние, которое зависит на самом деле не от нашего желания или благовой воли, а собственно от работы гормональной системы, которая в свою очередь зависит от того, как работают наши чакры. И таким образом достичь баланса. Баланса в чем? То есть основные у нас какие-то конфликтные ситуации на избыток чего-либо и недостаток. Это первое. Вот у нас стресс, тогда чего-то слишком много или чего-то слишком мало. Это первое. А второе, несбалансированы энергии инских и яинских меридианов. Или несбалансированы именно вот эти аспекты брать и давать. И вокруг этого рождается колоссальное количество самого разного рода конфликтов, как в психоэмоциональных поведенческих аспектах человеческой деятельности, так и, собственно, во взаимодействии органов, структур, мышц. То есть есть нормальный поток энергии, который происходит у нас по меридианам, течет энергия по, собственно, каждой из аспектурных точек, она выглядит вот так же, как чакра в данном случае. Это рисунок Хога. И каждая клеточка наша производит энергию и, собственно, дает миру. Но точно так же она получает энергию. И вот когда мы решаем проблемы такого дисбаланса, то есть если энергия, воспринимающая энергия, блокирована, и человек не может получить каких-то благ, не важно, чего они касаются, то есть они, благо есть, да, море чего-то представлено, но человек не может этого получить. Или наоборот человек зациклен и одержим получением чего-либо, то есть возникает некий конфликт. Вот это недостаток, предположим, иньской энергии, это избыток. Или дисбаланс яньской энергии, когда у человека, может быть, и присутствуют какие-то ресурсы, но не хочет ими делиться. Но не хочет здесь условно. Энергии так текут, и в результате человек ведет себя скупердяем. То есть от него ожидают каких-то действий, поступков или каких-то благ, или он обязан это давать, но по какой-то причине их не дают. Или он преследует окружающих с какими-то благами и причиняет людям добро. И вокруг этого вообще построены вокруг этой схемы все конфликты нашего взаимодействия со внешним миром. Ну и также это касается отношений и соотношений внутри человеческого тела, доминирования или ингибирования каких-то структур или органов. И в нейрокинезиологии мы можем решать все это совершенно комплексно. Вот вы уже видите, например, вот курс формата стресса в структурах мозга нейроноксиологии, сердце и пищеварительной системы. В чем он, собственно, заключается? За счет, с помощью таких мудр мы набираем аккупунктурные точки, и это как аккорд, который звучит одновременно. На точке, в основном в этом курсе, на центральном и управляющем меридиане. Центральный меридиан у нас снабжает энергию корову, мозга и лимбическую систему. У управляющей меридиан все неслежащие структуры. Ствол мозга, спиной мозг, мужичок, средний мозг и так далее. И от того, как происходит это снабжение, и зависит. Воспринимаем мы картинку целостно, видим, слышим, умеем координировать свое тело, тонкую тактильную координацию. За все это отвечают как отдельные структуры, доминантно. Есть двигательные зоны, которые отвечают за мышление, память, внимание, восприятие, визуальные картинки, координацию и так далее. Но они все связаны между собой и также со всеми неслежащими структурами. И от того, как работает мозг сам по себе, и как он связан со всеми его составляющими человеческого организма, и зависит наше функционирование. И мы со студентами, как правило, учимся набирать такие коды, которые дают нам вход для диагностики. То есть мы не хирурги, которые стоим со скальпелем, а мы можем опросить систему на предмет наличия стресса. Что такое стресс? Еще раз, это либо гипертрофированное течение энергии или наличие какого-то фактора, либо это подавленное какое-то состояние, недостаток энергии. И, образно говоря, мы чиним проводку. Мы устраняем короткое замыкание, либо мы чиним обмотку и восстанавливаем, или вообще провода сами по себе восстанавливаем, которые, собственно, и связывают наши главные управляющие структуры со всем человеческим телом, если говорить таким простым обладательским языком. И также мы работаем в этом курсе с нейронами сердца, восстанавливая связь сердца и каждой из структур мозга. И сердце – это фантастически, интересный метафизический орган, который на самом-то деле говорит нам гораздо больше об окружающем мире, чем все наши органы чувств. Но, да, изорка лишь сердца. Но это только в том случае, если оно не разбито. Так вот, мы будем чинить разбитый Бог весь, когда наши сердца и восстанавливать и связь полноценную для того, чтобы мы чувствовали, слышали, что оно, что говорит нам наше сердце и в физическом плане, и в метафорическом. Это также имеет большое значение, и можно решить колоссальное количество проблем. А также мы будем работать с таким вторым или третьим модулом нашего тела, как пищеварительная система, которая напрямую управляет нашими реакциями. И этот курс, он является вводным. Он сам, с помощью этого курса, самого по себе. Можно решать колоссальное количество проблем. Но он является вводным другим курсом. Что нужно для того, чтобы его пройти? Нужно уметь тестировать хотя бы 10-11 мышц, которые используются здесь. Но, как правило, я даю 10 или 14 мышц на курсах, которые либо мои авторские, либо и других систем. Но лучше всего, если люди проходят принципы кинезиологии. Потому что в целом этот курс, который достаточно длинный сам по себе, это 4 двухдневных сессии, 8 дней, дает абсолютно целостный взгляд на энергетическую анатомию человека и факторы, которые способны гармонизовать ее вообще всю энергетическую составляющую. Потому что каждый из нас приходит в мир с определенным количеством энергии. И потом большой вопрос, как мы расходуем энергию. Мы расходуем именно вот эту изначальную энергию, с которой мы пришли для самореализации. Или мы можем ее сохранить как в банковской системе. И для продвижения по жизни, для решения тех или иных задач самореализации используем дополнительную энергию. То есть вопросы о распределении нашей жизненной энергии. И это дает невероятный эффект именно в плане не только самопознания и возможности осознать свою самореализацию и осознать те или иные жизненные задачи, проблемы, которые ускользали от нашего внимания. Но самое главное, здесь мы можем решать большое количество проблем. Да, в курс входит, я забыла сказать, информация не только о 14 меридианах, которые обычно используют в кинезиологии, но это и чудесные, дивергентные, и седевые, и дополнительные меридианы. Как раз я говорю, что это дает целостный взгляд на всю энергетическую анатомию человека. И в курсе мы изучаем тестирование 20 мышц, взаимосвязанные с меридианами, органами, системами и железами. Но через эти 20 мышц мы можем опрашивать абсолютно любую мышцу человеческого тела. Вот абсолютно. Вплоть до, мы можем диагностировать, снимать стресс, допустим, мышцы, опускающие или поднимающие верхнее и нижнее века, верхний и нижний угол губы. То есть вот это вот все мы, ну, например, да, вот такие тонкие анастроевые мышцы, мы можем определять наличие стресса, застрявшего когда-либо, ну, тем более с крупных мышц нашего тела, туда же входят сфинктеры тела. Вот я недавно публиковала статью, где нурез у ребенка решился за один сеанс, ну, как бы на втором сеансе мы что-то еще подправили, и проблема не решалась очень долго. Вот в том числе я использовала этот курс, но там принципы динозеологии, но там больше третий, четвертый курс я использовала, но нужно с чего-то же начинать. И там мы получаем информацию о динамичности, о, то есть там дается в этом курсе, что в отличие, допустим, от других направлений, динозеологии не буду называть, мы можем давать некую нагрузку, да, и тестировать мышцы в динамическом напряжении. Вот это очень важно, потому что, ну, мы, конечно, можем забалансировать человека на кушетке, но он же потом должен ходить и двигаться, и мышцы должны взаимодействовать совершенно гармонично, и существует технология, когда мы снимаем, она отличается от других направлений динозеологии, когда мы решаем проблемы реактивных мышц, когда мышцы реагируют друг на друга. И этот курс, он полезен абсолютно любому специалисту, и также в этом курсе мы подробно рассматриваем эмоциональные проблемы, просто я об этом сейчас не очень сильно обращаю внимание, потому что на самом-то деле стресс, он заперт в нашем опорно-двигательном аппарате, в наших мышцах, связках, сухожилиях, и когда мы можем решить вопрос вот на этом уровне и добавляем возможности осознанности, которые тоже очень такой целостный взгляд на эмоциональную составляющую, сейчас я верну предыдущий слайд, у кого есть целый курс, целая серия курсов, которые позволяют определить бессознательные эмоциональные проблемы и также показать телу пути реализации и трансформации давно устоявшихся каких-то моделей поведения, я об этом буду говорить отдельно, но сейчас я хочу несколько слов сказать о тех курсах, которые будут у нас вот в самом-самом ближайшем будущем. Это онлайн-курсы, которые 9 апреля состоится курс по коронавирусу, и, ну, штука в том, что по поводу коронавируса очень много разноречивых каких-то мнений, кто-то говорит, а существует, а есть ли он, и так ли он страшен, находясь в Владивостоке, я не знаю на самом деле, насколько он страшен, но штука в том, что это все-таки вирус, я знаю, что люди все-таки болеют, и им необходима адресная помощь, и на самом деле в ряде стран существует та ситуация, которую мы читаем, она тоже нестаталка взята. Так вот, в курс, пройдя вот этот курс, в чем он заключается? В том, что у нас, у каждого из прошедших будет возможность, вот здесь написано формат вируса, да, это некий код о пунктурных точек, который позволяет обратиться и задать вот эту вот частоту вируса, что мы работаем именно с ним. Но это не выглядит так, коронавирус, явись, приди, я с тобой сейчас попрошу тебя покинуть это тело. Нет, это происходит по-другому. То есть даны форматы абсолютно всех слизистых, и глаза, и носоглотка, и ротоглотка, и отдела пищевода, и органы, и мембраны, и иммунные органы. Но мы можем к ним достучаться опять же через те же форматы. То есть мы складываем конкретные мудры, о которых я говорила, и набираем конкретные коды из акупунктурных точек. То есть на форматах мозга входным необходимым условием это форматы мозга, где мы, в принципе, изучаем буковки, алфавиты. С помощью этих буковок мы можем делать на самом деле складывать достаточно простые слова, но они значимы, они необходимы нам для обыденной жизни. А вот потом мы можем использовать эту информацию для постижения курсов повышенного уровня. Ну, коронавирус, я не знаю, насколько он является очень курсом повышенного уровня, но это курс, который, возможно, пригодится сейчас очень многим людям. И я вот специально сейчас планирую провести принципы нейрогенезиологии и форматы мозга для того, чтобы те люди, у которых есть возможность, способности, потребности, могли получить эту информацию. И также с 10 по 16 апреля будет курс голограммы питания, где мы можем иметь выход ко всем структурным составляющим и биохимическим процессам человеческого тела. Я пыталась выписать, но это очень большая информация. То есть, собственно, мы можем иметь доступ к абсолютно любым структурам, которые включены в этот процесс. И после этого курса, да, ну, возможно, кто-то не попадет по каким-то причинам на эти курсы, а, возможно, хотя бы один раз соприкоснувшись с этой технологией, вы не оставите ее больше никогда, как это произошло со мной, с моими коллегами. Также онлайн-курс голограммы структуры А и Б, этот курс тоже принадлежит Хьюго Табару, но будет онлайн читать Александр Табар, это директор института нейрокинезиологии в Австрии. И в курсе А мы можем иметь доступ абсолютно ко всем структурным составляющим человеческого тела, не только к мышцам, но к сухожилиям, связкам, фасциям, хрящам, каждая косточка человеческого тела, да, вот к каждой мы имеем доступ. И все нервные связи, все слои кожи, каждому, это работа со шрамами, это работа с напряжениями кожи, это курс А, а курс Б это гладкая мускулатура всех внутренних органов. вот я не знаю, чего я жду с большим нетерпением. Голограмма питания, ну, это вообще вся наша система здоровья, вся наша внутренняя биохимия. И голограмму структуры я проходила, это феноменальный курс, я буду его повторять со своими студентами и проходить гладкая мускулатура органов, это как раз то, о чем я мечтала. И в данный момент он нам дает очень большие ресурсы. Вообще на курсы подвинутого уровня мы летали в Испанию, так сложилась практика, и это, конечно, большие напряжения и траты, но вот в силу такого исторического момента, карантин, казалось бы, это такие неприятности, но вот сейчас на этот короткий период времени мы можем проходить эти курсы онлайн. Да, и когда проходятся онлайны, то сейчас будет возможность включения из каких-то своих точек в силу карантина. Курс будет проходить во многих странах мира, и первый коронавирус, аглограмма питания, автор будет из Австралии вести трансляцию, и мы будем находиться с ним в прямой связи. В данном случае это исключительный такой фактор, когда мы можем, только нам необходим человек для практики, и мы сможем получить эту информацию, практически находясь дома. Вообще все онлайны, все курсы, они должны проходить, все онлайны должны проходить в присутствии супервизора, и это так было, и это так будет после окончания карантина. Но может кто-то из вас познакомится поближе с этим методом, и тогда 10 верст или 100 верст это будет вообще не крюк, точно так же, как для меня, когда я летаю в самые разные страны мира, я не считаюсь тем, что я оставляю офис на месяц, на два, когда я лечу, плачу за офис, плачу за перелеты, не считая курсов, гостиниц и так далее. То есть эти все траты, они временные, эмоциональные, они никаким образом не могут тормозить, и онлайны, они будут, проходили ранее, будут потом проходить только в присутствии супервизора, то есть супервизоров несколько, и иногородние люди, они добираются в те места, где проходят, где проводят эти онлайны супервизоры, и конечно они снимают гостиницы, они тратятся на билеты, и сейчас исключительно такой случай, когда вы можете пройти дома, вот в силу того, что такая ситуация у нас в мире, и людям необходимо получить эту информацию, специалистам необходимо получить эту информацию, и базовые курсы, форматы мозга, принципы кинезиологии, они по определению даются только очно, но я вот сейчас трачу уже несколько дней, и разрабатываю технологии, учитывая мое педагогическое прошлое, с тем, чтобы были пошаговые какие-то методики, технологии, делай раз, делай два, делай три, практика будет отдельно, теоретические блоки я буду записывать отдельными видеороликами, и на онлайн, если у людей будет такое стремление пройти эти курсы, а я так надеюсь, что это будет, должна быть уверенность в том, что они возьмут эти курсы, то есть сначала у нас будут какие-то видео встречи, когда будет совершенно понятно, сможет ли человек воспринять этот материал, поэтому я вас жду на своих очных встречах в онлайне с тем, чтобы мы могли поближе познакомиться, но возможно не у всех людей такие грандиозные планы, но вам понравится эта информация, и тогда в таком случае вы сможете заниматься в онлайн школе, на которой я буду давать самые простые, но очень действенные упражнения для того, чтобы вы могли поддержать свое здоровье, и у йога-табара также есть грандиозные позначимости, но очень простые усвоения курса, которые я тоже планирую давать в самом ближайшем будущем. Спасибо за внимание, и я жду вас в нашей большой кинезиологической, нейрокинезиологической семье в качестве студентов, потом возможно коллег, ну и может быть просто тех людей, которыми я, мои студенты или мои коллеги, мы сможем оказать вам поддержку и помощь. Берегите себя и своих близких, самое главное будьте счастливы и здоровы. До новых встреч! До новых встреч!